А сегодня у нас Мамонты-югры продолжают домашнюю серию игр. Соперником будет Ладья из Тольятти. Напомню, все ближайшие игры в Ханты-Мансийске пройдут без болельщиков, но на пустые трибуны сумел пробраться наш корреспондент Дмитрий Пришвицин. Дима, тебе слово. Как говорится, страшный сон любого болельщика вновь оказался вещем. Трибуны снова опустили. Сегодня Мамонты-югры продолжают домашнюю серию игр, и ближайшие два дня соперником станет Тольяттинская Ладья. Но было принято решение провести эти игры без болельщиков. Дело в том, что в Югре за последнее время увеличилась заражаемость коронавирусной инфекцией, поэтому для того, чтобы обезопасить как болельщиков, так и хоккеистов, было принято решение провести эти игры без зрителей. Вживую же посмотреть на эту игру, кроме хоккеистов, тренерского штаба и судейской бригады, смогут аккредитованные журналисты, телеоператоры, режиссер трансляции. Ну а все любители хоккея вновь примкнут к экранам своих смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров, для того, чтобы поддержать нашу молодежку. Здесь очень важный момент будет зависеть от комментатора сегодняшней игры. Поэтому мне стало интересно, а для Петра Ермакова важно ли присутствие болельщиков на трибунах и добавляет ли ему это какой-то дополнительной энергии и драйва? Петь, скажи, пожалуйста, отсутствие болельщиков на трибунах играет ли какую-то роль для тебя, как для комментатора? Да, разумеется. Это совершенно другие эмоции, совершенно другое состояние, совершенно другая, скажем так, энергия подается в эфир. И если можно, с одной, конечно, стороны, конкретно здесь, в Ледовом дворце спорта, проще комментировать, когда нет болельщиков, по той простой причине, что ты сам себя хотя бы слышишь. Но все то волнение, которое витает на трибунах Ледового дворца спорта, когда играет югорская молодежка, все эти переживания, которые здесь есть, стук барабана и аплодисменты в поддержку наших ребят, конечно же, это просто заставляет более эмоционально, более ярко вести репортаж. Петь, а вот на настрой игроков отсутствие болельщиков на трибунах может ли как-то сказаться? Ну, я считаю, на настрой игроков, непосредственно на настрой на матч, на игру, это не должно сказаться. Во-первых, потому что ребята осознанно понимают, что это достаточно важные матчи для того, чтобы закрепиться на четвертой строчке или попробовать подняться выше по турнирной таблице. А попадание в плей-офф действительно очень важно, я думаю, для всех болельщиков, для игроков и для тренерского штаба, который дебютирует в этом сезоне в молодежной хоккейной лиге. Спасибо, Петр. На этой неделе «Мамонты» и «Югры» сыграют четыре поединка. Сегодня и завтра, как я уже говорил, соперникам будет «Летинская ладья», а в пятницу и субботу сразятся с «Сарматами». Соперники не самые грозные. Дело в том, что одни находятся на десятом месте в конференции «Восток», а «Сарматы» на четырнадцатой строчке. «Мамонты» и «Югры» идут на четвертом месте и находятся в такой погоне за тройкой лидеров. Поэтому мы пожелаем югорчанам успеха в предстоящих поединках. Будем ждать от них только побед, а сами будем ожидать положительных новостей, когда же сможем мы, наконец, вновь вернуться на трибуны Ледового дворца. Поэтому будем смотреть прямую трансляцию на YouTube-канале молодежной хоккейной лиги, а вот за этими новостями уже будем следить на официальном сайте, официальных страницах хоккейного клуба «Югра» и «Мамонтов» «Югры». На этом у меня все. Студия «Спасибо, Дима». Желаем «Мамонтам» хорошей игры.